Всем привет дорогие друзья, вы на канале обзоров и сегодня у нас очередная распаковка товаров из Китая с сайта Алиэкспресс. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь и не забудьте жмакнуть колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и давайте начинать. А начать я хочу вот с этого товара, который прислали китайцы на обзор. Вещица довольно интересная и в некоторых случаях полезная для дома или дачи. Это терморегулятор обогрева и холода в заданном режиме, или же по простому это беспроводной термостат с дистанционным управлением через пульт. Приходят в коробки из плотного картона, в комплекте имеется инструкция и как ни странно русского языка нет, зато есть английский и немецкий. Первый раз встречаю немецкий язык в мануалах к китайским товарам. Ну да ладно. Дальше в комплекте идет пульт дистанционного управления со встроенным датчиком температуры, то есть показания температуры будут сниматься именно с пульта. На вид он компактный, работает от двух мизинчиковых батареек формата 3А. На задней части написаны небольшие характеристики, также имеются отверстия под которыми установлен датчик температуры. На передней же части расположился небольшой светодиод, монохромный дисплей с подсветкой и две кнопки управления устройством. Ну и также в комплект входит беспроводная штепсельная розетка. Сделано все качественно, вилка и сама розетка под евро, на самой розетке предусмотрена защита от детей. На задней части также небольшие характеристики устройства. Итак, как же все работает? Я подключил в розетку обычную настольную лампу, надеюсь вам будет видно ее включение и выключение. С пульта можно как просто включать и выключать устройство, включенное в розетку, а можно выставить определенную температуру, при которой любой потребитель будет включаться или отключаться при определенной температуре. В основном такой термостат используют для подключения через него обогревателя, вентилятора или например кондиционера. Разобраться с управлением очень легко. Показываю на примере. Сейчас у меня в квартире 22 градуса, нагреваю датчик феном и при достижении температуры 24 градуса отключается моя лампа, которая подключена в беспроводную розетку. Также при опускании температуры на 1 градус меньше заданной лампа включится снова, и это нужно для поддержания определенной температуры в квартире или дома. Если допустим, как говорил выше, вы подключаете в эту розетку обогреватель или вентилятор. Цена такого устройства на Али примерно 1000 рублей за комплект из пульта и розетки. Также можно докупать розетки отдельно и к одному пульту подключить до 100 таких розеток. У продавца имеется много наподобие таких приборов в наличии. Ссылка на этот девайс, а также на магазин продавца ждет вас в описании к видеоролику. А следующий девайс я купил чисто ради интереса, посмотреть как работает, да и вам показать. Это фитнес трекер M4, копия Xiaomi Mi Band 4. Приходит в мятой картонной коробке, так что в подарок вряд ли этот девайс кому-то можно заказать. Небольшой мануал на английском языке, в котором есть QR-код, по которому можно скачать приложение для сопряжения часов с телефоном. Небольшой USB кабель для зарядки гаджета, силиконовый ремешок и сама капсула. Часы приходят полностью разряжены, заряжаются они примерно пару часов. Заряда аккумулятора при не очень активном использовании хватает дня на три, не больше. Дисплей, кстати говоря, не сказать что плохой, видно все нормально. Время устанавливается только при сопряжении со смартфоном. Из управления здесь лишь одна сенсорная кнопка, сам дисплей не сенсорный. Одиночным нажатием листаются пункты меню, а для выбора нужного пункта необходимо удерживать кнопку. Русского языка нет, но русский язык есть в приложении. Из функций данного браслета это счетчик шагов и пройденного расстояния, которые работают неправильно. То не засчитывают шаги, а то и вовсе прибавляют очень много шагов. Также часы показывают уведомления, приходящие на телефон, но только смс и ватсап, остальные не хотят показывать. Можно удаленно с браслета управлять камерой смартфона и также имеются три темы рабочего стола самого браслета. Сам браслет на руке сидит отлично, почти не чувствуется, а вот с показаниями давления и пульса часы тоже врут. Показывают тоже неправильные значения. Да что говорить, они показывают значения даже когда их просто держишь в руках. В общем их если только использовать как часы, ну или можно прикупить такой экземпляр как часы для детей. По сканированному QR-коду без проблем можно скачать приложение как на Android, так и для iOS. Приложение называется Fit Pro. Для входа в приложение и сопряжения смартфона с часами необходима небольшая регистрация в виде вашей электронной почты и пароля. У меня браслет с телефоном законнектились без проблем. Здесь есть все те же функции, что и в самих часах, но перевод самого приложения корявенький. Также можно настроить уведомления, чтобы смартфон отправлял их на часы, например пора поесть, поспать и так далее. Также в настройках необходимо указать ваш рост, вес и возраст, но я думаю это ни к чему, так как все равно показания здесь почти все неправильные, ну кроме времени. В общем если ваши дети всегда мечтали о Mi Band, то самый бюджетный вариант это вот такой браслет M4. Немного автомобильной тематики в сегодняшнем видео. Прикупил две автомобильные зарядки на два USB порта. Оба девайса одинаковые, отличаются только цветом. Корпус их полностью металлический, сделаны качественно, ничего нигде не болтается и не вылетает. Имеется приятная синяя подсветка USB портов. USB порты выдают честные 3 ампера даже с небольшим запасом. Да и сказать честно, сам пользуюсь на работе этой зарядкой и заряжаю по два гаджета одновременно и пока что она меня не подводила. Так что однозначно к покупке рекомендую. Уже заказывал я магнитный держатель для телефона, вот подъехал еще один. Этот держатель другого плана крепится на дефлектор отопителя. Держится там он крепко, не слетает. На самом держателе установлено 4 мощных неодимовых магнита, скрытых под резиновой заглушкой, а также имеется ответная круглая пластина, которая крепится на телефон при помощи клейкой основы. Штука хорошая, полезная, много места не занимает и в автомобиле бросаться в глаза не будет. А это, если можно так сказать, заменители шнурков, ну или же резиновые плоские шнурки, кому как удобно. У них много плюсов, они дешевые, удобные, работают как надо, но один существенный минус, их можно использовать только с обувью типа кроссовок. С остальными видами эти шнурки выглядят несерьезно. Я прикупил 2 комплекта, в каждом комплекте по 12 штук таких шнурков, то есть по 6 на каждый ботинок. Устанавливаются они легко до безобразия. Для тех, кто не любит постоянно завязывать и развязывать шнурки, это приспособа для легкой летней обуви послужит отличным вариантом. Прикупил бамбуковые зубные щетки. Об ощущениях после чистки этими щетками я вам не скажу, так как покупал не для себя, но судя по отзывам, это отличные и недорогие щетки. Приходят в красивых коробочках и дополнительно запаяны в пакет. В руке щетку держать очень комфортно и приятно, ее поверхность мелко отшлифована и она кажется на ощупь шелковистой. Никаких зацепок на щетках я не заметил. Щетинки находятся на разных уровнях, за счет этого щетка должна лучше очищать в труднодоступных местах. Похожая щетина, кстати, на зубных щетках от Xiaomi, и я скажу, что Xiaomi щетка чистит зубы одно удовольствие. Этот товар тоже для личной гигиены, а в частности это угольный порошок для отбеливания зубов. В комплекте идет почти такая же бамбуковая щетка и 30 грамм самого порошка. При использовании этого порошка будьте аккуратны, чтобы ничего не запачкать им, хотя он легко вытирается, но все же неприятно. Честно сказать, еще не пробовал пользоваться этим порошком, но судя по отзывам и обзорам, этот порошок работает. Пользоваться им легко. Небольшое количество порошка насыпаете на ладонь и смочив щетку под струей воды, берете небольшое количество порошка с ладони и начинаете чистить зубы как зубной пастой. После двух использований уже должен появиться результат. Ну и заказал на сдачу небольшой тюбик клея. Говорят, что это очень отличный клей и клеит практически все. Объем всего 6 грамм, взял на пробу. Ссылку на него, так же как и на все товары, я вам оставил в описании к этому видео. Ну и спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще не подписаны. Не забывайте про лайк и увидимся с вами в следующих видеороликах. Впереди еще очень много интересных и полезных товаров. Ну а с вами был, как всегда, Иван, канал обзоров. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok